Золотая горгулья Антон Камолов и Тута Ларсен Я надеюсь, что мы красивые, а на сцену будут выходить талантливые Это правда. Огромное количество талантливых людей выйдет сюда на эту сцену и получит свои заслуженные награды в самых разных номинациях Неслучайный коллектив выступал перед вами в качестве открывающего сегодняшнюю церемонию Эта группа называется Вогл и Тонны считают, что это очень перспективный, несмотря на то, что молодой и начинающий коллектив Именно поэтому им выпала эта честь открывать сегодняшнюю юбилейную золотую горгулью Да, и мы даже хотим их поздравить не только с тем, что они открывали свою золотую горгулью Мы хотим их наградить спецпризом как перспективную группу, по мнению Тон Как можно наградить перспективную группу? Да, ну как вообще? Что может порадовать музыканта? Особенно начинающего Когда ты еще слишком начинающий и тебе девушки еще бесплатно не целуют тебя в гримерке Но ты можешь получить запас пива Доктор Дизель на месяц От партнера премии Доктор Дизель месячный запас пива Но тут, конечно, вопрос возникает, ведь у каждого разные потребности, так сказать, понимаешь? И для кого-то месячный запас, а он раз уже и все, и закончился послезавтра Ты знаешь, юноши из группы Вогл достаточно субтильные, судя по тому, что пивные животы у них отсутствуют, они только в начале пути Не надо недооценивать субтильных юношей, знаешь, я когда-то учился в институте переполненным субтильными юношами Я думаю, вот это вот на вечериночку было Но, друзья, музыкантам, в конце концов, нужно же и музыкой заниматься Мы благодарим группу Вогл за то, что они открыли сегодняшнюю церемонию И вручаем им этот сертификат В любом магазине должны отоварить, мне кажется Я надеюсь, что музыканты поднимутся к нам на сцену Не стоят же все время девушки с этой тяжестью Ребята, выходите На душе Я могу с гордостью и с искренней радостью сказать, что премию «Золотая горгулет» в номинации «Легенды» получает группа «Странные игры» По-настоящему легендарная группа Вы вообще себе не можете представить, что такое был этот советский 1982 год Такой, знаете, самый темный час брежневского застоя И вот эти люди вышли на сцену Ленинградского рок-клуба И сыграли там моднейший, актуальнейший на тот момент «Нью-Вейв» И сейчас, и группа они на самом деле совершенно мифологическая Но они 30 лет спустя сумели из своего мифологического состояния выйти И превратиться в действующую здесь и сейчас группу «Странные игры» Приглашаем лауреатов «Легенда» Виктор Савагуб, Филипп Савагуб, Николай Гузев, Игорь Чередник и Алексей Раков На перекрестке себя поджидал я, чтобы себя самого напугать И в самом деле, когда увидал я себя, то отрянул в ужасе спять И ведь немного прошел я вроде Меньше хватало всего тут ути Как только при любой погоде Можете себе развлечения найти Здравствуйте, Сергей Сергей, представьте нам вашу спутницу Это моднейшая певица, внучка Любовь Орловой, например Ее, которая дико вырубалась в Сталин, например А теперь она поет в «Король за металл», например И недавно записала моднейший гимн для Московской области, например Откуда это произошло? Какой металлический гимн? Не, 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 в имперском стиле Звонят мне из администрации президента и говорят «А ты знаешь, Сергей, что Обама-ниггер часто Путина ватником называют, например?» Я говорю, а почему, например? Потому что Газманов для Москвы дурацкий гимн сочинял Какие-то звенят колокола Там что-то развивается русский язык Но полная чушь, а не нет Ну и пришлось нормальный записать гимн Вот Любовь Орлова его спела И, соответственно, теперь Путина Теперь уже никто не сможет называть Ватниковым Хочется сказать «Отлично!» Я пытаюсь вспомнить песню «Москва, звание на колокола» «Москва развивается русский язык» Там репренд, ну знаменитый репренд, вы помните А у вас еще самая нежная металлическая коза была Так вот, да Ну, да, вы являетесь, кто же стал победителем в номинации «Открытие года»? Так, сейчас посмотрим Кто будет петь гимн Люберец? Тут какая-то ошибка, куда непонятный «Новозеландский отель» что-то написал Да, «All Inclusive» если добавить, получится название отеля, вы правы Но не надо добавлять Группа «Мана Айланд» «Мана Айланд» Мы приглашаем сюда на сцену Мускатов «Мана Айланд» Алексей Торонин, Никита Сташевский, Иван Амельченко, Максим Базилевич, Дмитрий Лукьяненко, Юра Молостов Привет-привет Парни, награду вам из рук легенды, пожалуйста Айландрид, ага ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне довелось, выпала честь вручить премию в номинации ВИА. Я должен вам, единственное, что сказать, что, конечно, мне радостно, что спустя столько лет в этом клубе такое количество людей, я только вычленяю какие-то знакомые лица, которые были здесь, например, в день открытия клуба. А я принадлежу одним из этих вот людей. Да, и вдруг огромное количество каких-то прекрасных волшебных женщин. Причем они разговаривают друг с другом, и я половины не понимаю, но я стараюсь как-то врубиться в разговор. Вот, это были те годы, когда Слава Питкун бегал здесь маленький в шортиках и каким-то образом пытался что-то организовать. Спасибо. Мне как раз нужна была зажигалка. Как вы угадали? Левая часть шортика. Это Слава Питкун, он бегал в шортиках. Он здесь. Причем все же самые. Слушай, лучше бегать в шортиках, чем сидеть в трениках, мама. Да, согласен. Так, значит, теперь я знаю, кто будет победителем. Я скажу вам, что это группа, которая всегда вызывала у меня невероятное уважение, потому что они всю жизнь двигались своим путем, никогда с него не сворачивали, наплевали на все рекордлы и плы, делали то, что считают нужным, стали абсолютно заслуженно популярным. Причем не только за счет песен, но и за счет вот этих вот историй. Вот, но сегодня особенный случай. Сейчас, одну секунду, а можно музыку убрать? Начинается гей-свадьба. Ты сама просела. Дело в том, что сегодня такой специальный день, что я не могу не исполнить вот эту хорошо известную вам песню, а вы, надеюсь, меня поддержите. Билли Новик, у которого сегодня день рождения, и победители Билли Брэнд! Билли Брэнд! Доброе утро! Поздравляем! Ну, мы выступаем вам сцену. Пошли, Миш, пойдем, музыку послушаем хорошую.